Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. Вопросами формирования и реализации информационных компаний, ориентированных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи в современных условиях, задавались участники «Круглого стола», который прошел в Центре молодежного инновационного творчества в Черкесске. О том, каким выводом они пришли, расскажет Фатима Даурова. Молодежь республики, занимающая активную гражданскую позицию, одним фронтом выступила за создание особой стратегии в вопросах патриотического воспитания. Она касается механизмов и инструментов сотрудничества блогеров и государства, а также успешных практик взаимодействия. Мероприятие разделено на два блока. Первое – это презентационное, в рамках которого, как представители Министерства по делам молодежи, представители экспертного сообщества Федерального центра знаний МАШУК, представители служб безопасности Министерства внутренних дел Карачаева-Черкесии, модераторов, собственников тех или иных информационных аккаунтов, площадок выступили и рассказали, чем в настоящее время они занимаются, какие результаты есть, в каком направлении движемся. В обсуждение участвовали известные блогеры и инфлюенсеры республики. Актуальным прозвучал и вопрос безопасности в медиапространстве. Представители правоохранительных органов в своих выступлениях призвали лидеров общественного мнения быть максимально ответственными в подаче информации, учитывая уровень влияния на массы. Вопрос профессионализма и компетенций должен быть бесспорным. В рамках осуществления нашей деятельности основными принципами являются принцип открытости и прозрачности. И как раз суть данного мероприятия – рассказать о том, чем мы занимаемся, рассказать о том, насколько на сегодняшний день является важным, нужным, стратегически необходимым гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Послушать проблемы, видения, предложения и инициативы. «Круглый стол» стал важной платформой для обмена опытом и разработки новых подходов к вопросам патриотического воспитания молодого поколения, а также создания у них правильно выстроенной гражданской ответственности. Фатима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на черкесском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ветер западный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, днем 28-33 градусов тепла, местами до плюс 23. В северных районах чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер западный и 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14, температура ночью 14-16, днем 31-33 градусов тепла и чрезвычайная пожароопасность. Продолжение следует...